Вы пишете здесь, и давайте посмотрим на ваши комментарии. Давайте вспомним о том, какие нормы мы должны соблюдать. Все вкладывают в обучение всех, и нужно обращать внимание и на себя, и на других. И одна вещь важная в PPL, в чат также написали, что здесь аутентичное обучение очень важно, и также межпредметные, межпрограммные связи. Также очень важно, чтобы вы обращали внимание на других, уделяли внимание другим. Также обязательно пишите вопросы, если что-то непонятно, если вы что-то хотите узнать. Очень важно, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Слушайте очень внимательно, пожалуйста, слушайте меня, и также, пожалуйста, внимательно читайте то, что другие участники пишут в чате. И обязательно задавайте вопросы. И самое время задавать вопросы, опять-таки, чтобы вы могли получить ответы, чтобы у вас появлялись идеи, которые вы можете использовать для себя, для своих коллег в школе. И, конечно, если даже мы не ответим на ваши вопросы, у вас появится какая-то перспектива и вопрос, как мы можем вовлечь наших школьников в опыт, связанный с реальным миром, с реальной ситуацией через PPL. То есть мы можем рассматривать это как ученики, как учителя. Я уже говорил, когда я был в седьмом классе, и когда мы изучали историю США об американском правительстве, и тогда мы изучали тему гражданской войны, и мы играли роль сенаторов, которые говорили о законодательстве, и мы должны были выбирать те же самые законы, которые были тогда приняты. Очень много политических тем поднималось, дебаты тогда были, не только в классе, но и в коридоре ученики беседовали о политике в том углу или в этом углу. Везде были ученики. И поэтому это одна из причин, почему я получил именно степень по истории и по английскому языку. И это одна из причин, почему я стал учителем истории. У школьников остается этот опыт, и они никогда не забывают об этих опытах, об этих проектах, которые они делали, если они связаны с реальной ситуацией. Каковы ключевые идеи, что мы будем проходить сегодня, что мы уже прошли? Что такое высококачественное проектное обучение? Вот эти шесть элементов очень важны, и очень важно, чтобы присутствовали все эти элементы. И в Google Doc вы можете найти документы и статью, которая называется «Понимание шести элементов в рамках PBL». Там все это пишется. Я напишу ссылку этой статьи в чат еще. И здесь, в принципе, также очень ясно рассказывается об этих элементах проекта. То есть вы должны иметь в виду, что это должен быть аутентичный опыт для школьников. И школьники должны быть частью этого. Сегодня мы будем говорить о первом элементе интеллектуальных вызов и достижения. То есть это очень важно, чтобы это было связано со стандартами учебной программы, чтобы был актуальный вопрос. И здесь начинается именно призыв к действию. И все это объединяет. Когда мы начинаем только планировать проект. Когда мы планируем проект, первые три элемента в этом списке – это все элементы, которые обязательно должны быть в структуре плана вашего проекта. То есть что они собираются, чего они собираются достичь через этот проект, в чем его аутентичность, как они собираются опубликовать, то есть как вы собираетесь опубликовать результаты проекта и так далее. Здесь нужно принимать во внимание, постараться, чтобы работа была действительно актуальной и интересной. Есть различные места, где вы можете найти свои идеи, подчеркнуть, вдохновиться. Это и местное общество, и это ваши школьники, также библиотеки. То есть вы можете в библиотеках увидеть проекты других учителей, можете вдохновиться. То есть есть онлайн-библиотеки таких проектов. Здесь указаны вот несколько источников. Также необходима аудитория для нашего проекта. И для того, чтобы реально связать проект с реальным миром, то обязательно должна быть реальная аудитория. Для начала спросите себя, понимают ли школьники понятия, которые собираются исследовать и так далее. То есть для того, чтобы аутентичная цель была, они должны понять, что собираются делать через этот проект. Решают ли они проблему, защищают чьи-то интересы, развлекаются, повышают информированность и так далее. Ну, это немножко более продвинутый концепт. Как мы можем обеспечить вот такой аутентичный опыт для школьника? Опять-таки, это очень связано, сильно связано с учебной программой, потому что контент должен быть соответствующим. И вы должны понимать, какие навыки хотите сформировать и с помощью какой аутентичной цели вы можете сформировать и развить эти навыки. Здесь четыре основных шага для того, чтобы сконструировать раздел PBL. То есть вы должны понять, какие стандарты учебной программы, каким стандартам учебной программы вы соответствуете, то есть какие навыки вы хотите сформировать, выбрать аутентичную целевую аудиторию, разработать аутентичную цель. И школьники должны ответить на вопрос, потом презентовать свою идею. Давайте попробуем ответить на вопрос, какую важную или новую идею PBL вы больше всего используете. На что вы тратите больше времени? Подумайте об этом вопросе и напишите ответы в чат. У вас 10 секунд. В зависимости от того, в соответствии с тем, что мы уже сказали. Какая важная или новая PBL идея? На какую идею вы больше тратите времени? Здесь у нас вопрос, как вы используете результаты после окончания проекта в обществе. Все это зависит от проекта. Если проект о... Мы уже говорили. Помните, говорили о проекте, связанном с пандемией. Также распространение болезней и так далее. Это было связано с химией. Это могло быть связано и с COVID, и с гриппом. То есть подумайте, кто ваша аудитория. Аудитория – это публика. То есть это может быть информационного характера. Например, Министерство здравоохранения. То есть если ваша аудитория – это Министерство здравоохранения, какую вы можете подумать... То есть если вашим клиентом является Министерство здравоохранения, вы можете подумать о том, какую брошюру создать для того, чтобы распространить между... Среди людей, для того, чтобы повысить их информированность, как защищаться от болезней и так далее. Я понимаю, что это не был вопрос. Спасибо за то, что написали. Польза для тебя самого, вы имеете в виду, польза для аудитории. Если говорить о пользе для учителя, то есть вы обучаете тому, что есть у вас в учебной программе. Если я преподаю математику, я могу обучить измерению или различным фигурам. Это может быть сделано через архитектуру, через проекты, связанные с какими-то архитектурными моделями, для того, чтобы сравнивать различные измерения. Это может быть связано также с дизайном. Там, я не знаю, есть ли это в Казахстане, есть движение в США и Европе, которое называется «Крошечные дома». То есть конструируются такие крошечные дома 10 на 10. Это для тех людей, которые не могут позволить себе большой дом или полноценную квартиру для того, чтобы у них, по крайней мере, была крыша над головой. Такие крошечные дома можно построить или можно сделать так, чтобы были выделены деньги, чтобы строили такие дома, для того, чтобы также были проекты, связанные с дизайном больших домов, которые могли быть построены в будущем, для того, чтобы, опять-таки, изучить различные виды измерений в математике и так далее. То есть мы теперь говорим о практической пользе результатов проекта, выполненной школьникам для школ и регионов и так далее. Когда мы говорим о практической пользе, мы имеем в виду практическую пользу для академической среды или для общества в целом, в зависимости от того, в чем цель проекта. Опять-таки, это зависит от вашего фокуса. Фокус может быть любой. Вы можете посмотреть по сторонам и подумать, что происходит вокруг вас, в вашем местном обществе. Это может быть, что бизнесы сейчас через сложное время проходят. То есть, например, рестораны сейчас не могут людей к себе приглашать, они должны работать только снаружи здания и так далее. То есть, очень много различных предприятий, которые страдают. Если я преподаю английский, мы можем работать, например, над тем, чтобы улучшить свои навыки убедительного письма. в средней школе, когда я работал, мы думали об этом. Это было до COVID. То есть, в этом обществе в основном финансово не очень благополучные люди жили. И класс шестиклассников, группа шестиклассников, они создали маркетинговую компанию. Там было шесть бизнесов, шесть местных предприятий. И ученики сделали маркетинг-план. Они использовали его и в математике, и в английском языке. То есть, у их плана был свой фокус. Детям очень сложно сформулировать проект. Да, детям очень сложно сформулировать проект. Когда в самом начале вы начинаете, как можно создать вопрос, на котором вы можете сфокусироваться? Да, на первом этапе вы говорите, это может быть первоначальное мероприятие. То есть, как вы можете это сделать, как вы можете сделать так, чтобы это этап, который называется призыв к действию, как мы можем привлечь наших школьников, как мы можем делать так, чтобы то, что они делают, было для них ценным. Когда вы ответите на этот вопрос, вы сможете привлечь ваших школьников к решению проблем, которые есть в местном обществе. Давайте посмотрим на третий этап. Здесь говорится об аутентичной цели, то есть, это может быть наводящий вопрос, или это может быть какое-то мероприятие, которое поможет вам приступить к проекту. То есть, здесь вы можете показать, как ваш проект связан с реальной ситуацией, с реальным миром. И здесь выделены, вы видите различные способы привлечь внимание школьников, какие могут быть как могут начинаться проекты, то есть, они могут начинаться с наводящего вопроса, они могут начинаться с какого-то провокационного утверждения, они могут основываться на исследовании, на любознательности самих школьников, о том, что они хотят знать. Это может быть открытие, это может быть какой-то таинственный вопрос, такой миф или какая-то тайна, которую они хотели бы раскрыть. Был класс по химии, и они использовали подход, то есть, когда пытаются понять, как было совершено преступление, используя научный подход, и, например, было совершено какое-то преступление, и это, конечно, неправда, и полицейский говорит, что вот вы все должны решить найти преступника, и так далее. Так, значит, первое, это с чего мы можем начать, с наводящего вопроса, мы сказали, какой-либо большой идеи, призыв к действию должен быть связан с контентом, который студенты должны, а школьники должны изучить, это должно быть интересно, но, тем не менее, должно быть, конечно, тесно связано с учебной программой, это должно быть связано с реальным миром, и также должен быть контекст для того, чтобы школьники могли получить информацию, которая им нужна. Вот эти наводящие вопросы и критерии, они должны отвечать вот этим критериям, они должны быть открытыми, они должны базироваться, основываться на исследовании, они должны быть связаны с реальной проблемой, или которые школьники могут решить и использовать для целевой аудитории. Это примеры таких вопросов, некоторые получше, некоторые не очень, они должны быть открытыми, мы сказали, что значит открытый вопрос. то есть это вопросы, на которых нет однозначного ответа, то есть мы говорим, что их в Гугле мы не сможем найти однозначного ответа на этот вопрос, например, что такое генетика? это не очень хороший вопрос, то есть мы не можем вбить его в Гугл и найти сразу ответ. Здесь в чате написали вопросы, вопросы как и почему. И посмотрите на четвертый вопрос, каковы три основных проблемы, которые может иметь ученый, который работает с ДНК, и ну, например, если у ученого могут быть 20 различных проблем, здесь, наверное, нужно еще добавить, что три основные проблемы они должны указать. А что мы думаем о втором и третьем вопросе? Второй вопрос, мы как новые виды можем быть генетически способны к выживанию? третий вопрос, кто является, каковы основные и важные проблемы, которые необходимо решить касательно этического использования генетики? Если вы можете написать в чате номер 2 или номер 3, это представляет, в чем вопрос вы думаете будет лучше ответить? В чем лучше двигаться? Мы в чате пожалуйста напишите. У нас один храбрый человек, который написал два. Есть другие, кто хотел бы написать? Какой вопрос здесь пользовал учитель? Это был вопрос номер 2. Как мы, как новые виды можем быть генетически способны на выживание? Но это открытый вопрос, если мы посмотрим на темы, связанные с естественным отбором, это интересный вопрос, который покажет и поможет ему увидеть различные способы ответа на этот вопрос. Давайте вернемся к этому. У третьего вопроса есть свой потенциал, но третий вопрос, каковы основные проблемы, которые необходимо решить, связанные с этическим использованием генетики? Для начала здесь нужно найти эти важные проблемы, их может быть 20 штук, из этих вы должны выбрать два, ну и что дальше? то есть и второй, и третий вопрос, они открытые вопросы, но здесь во втором вопросе есть призыв к действию, то есть для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, мы должны дальше что-то делать, а в третьем вопросе мы просто находим ответ, мы находим эти проблемы, связанные с этикой использования генетики, и все на этом, никаких действий. какие из этих вопросов заставляют у школьников больше всего задавать вопросы, и какие из них являются открытыми вопросами, которые могут использоваться. третий вопрос, это не большой вопрос, а второй вопрос, да, может быть. Я думаю, если есть способ, это сделать в背景, потому что если мы переводим каждое это, мы будем... Да, когда мы посмотрим на это второе и третий вопрос, что касается... Да, такой ответ, он в принципе, который мы найти в гугле, и... Да, это может быть потенциальный вопрос, который можно использовать для... Что касается третьего вопроса, какие поправки лучше всего демонстрируют права людей, нужно подумать о том, достаточно ли он открытый. Да, вы находите поправки. Второй вопрос, как сенатор, как я могу сформировать политику для моего штата? Второй и четвертый вопрос, скорее всего, будут лучшими вариантами. первый вопрос, здесь вы просто можете найти ответ на этот вопрос, и все это заканчивается на этом. Что использовал... Какой вопрос использовал учитель? Вот смотрите на вот этот вопрос, как мы, как граждане, можем формировать реакцию общества на войну. то есть это тот вопрос, который можно использовать. Вы на правильном пути, то есть мы думаем о том, как мы можем это использовать. И такие вопросы помогают школьникам, привлекают школьников через контекст, который является значимым для них. посмотрите на эти вопросы, подумайте, эти вопросы открытые, требуют ли они от школьников, чтобы они задавали вопросы. Первый вопрос, что за, почему сейчас йод большое, много всего связанного с здоровой пищей. Второе, второй вопрос, как мы, как, то есть, смотрите, если первый, второй, четвертый вопрос, какой из них лучше? Четвертый вопрос, все говорят, первый вопрос мы можем убрать, я так думаю. Да, действительно, это интересно, но слишком широкий вопрос, немножко конкретнее должен задаваться вопрос. Давайте на втором и четвертом вопросе сейчас остановимся. очень интересно. Посмотрите на второй и четвертый вопрос, подумайте, какой вопрос лучше? Пожалуйста, напишите, что вы думаете. Второй и четвертый вы говорите, да, но какой из них лучше, второй или четвертый? Посмотрим, какой учитель использовал. Значит, здесь использовали второй вопрос. как мы можем пропагандировать правильный выбор здоровой еды? То есть, здесь написали, что это не вопрос smart. Четвертый вопрос. Он не напишет, да, тут хороший контекст в четвертом вопросе. То есть, мы на два чаще всего встречающихся ответа мы посмотрели. То есть, если мы здесь отделим первую часть вопроса, уберем первую часть вопроса, тогда будет хороший вопрос в четвертом. Как мы можем помочь семьям, чтобы они выбирали здоровую еду, а не так, что как мы можем использовать знания о правильном питании, чтобы информировать семьи о выборе здоровой еды. Второй вопрос наиболее эффективный. Ну, конечно, здесь нет одного ответа, можно рассматривать это через различные перспективы, но, опять-таки, здесь исследование необходимо. Давайте посмотрим на следующее. Это связано с тем, как вопрос связан с реальным миром и с возможностями. Давайте посмотрим. Первый вопрос, почему до сих пор влияние происходит, влияние уменьшающего количества опылителей в нашем обществе. Второе, как использование социальных медиа помогает в объяснении проблемы четвертый вопрос не очень здесь подходит, мы можем увидеть это, потому что это вопрос, на который можно ответить да или нет, и все, на этом проект может закончиться. То есть, должны ли мы думать о уменьшении количества полинаторов, и все, ученики скажут да или нет, на этом все закончится. это закрытый вопрос. Какой будет самый лучший, самый подходящий? Еще один вопрос здесь есть, который мы сразу можем убрать из списка, это второй вопрос, уже написали здесь, потому что посмотрите на структуру предложения, здесь фокус идет на социальных медиа, если это предмет естественного знания, естественных наук, как можно использовать социальные медиа для объяснения проблемы уменьшения количества полинаторов в нашем обществе? То есть, опять-таки, если бы поставили социальные медиа в конце, возможно, что касается первого вопроса, у нас есть первый и третий вопрос, два хороших вопроса, которые можем использовать, а вы, один из этих двух вопросов структурирован лучше, чем другой, посмотрите, какой лучше по структуре, первый или третий, тут маленькая очень разница между ними. Вы можете использовать оба вопроса, но один лучше сформулирован. Давайте посмотрим, что выбрал учитель. Как мы можем повернуть вспять уменьшение количества опылителей в нашем обществе? Да, вы можете первый вопрос использовать, но здесь маленькая разница. В третьем вопросе вы просите сделать что-то, то есть как мы можем уменьшить там, скажем, влияние, уменьшение количества опылителей в нашем обществе. в первом вопросе вы отвечаете на вопрос почему и ничего не делаете, то есть тут нет призыва к действию. То есть если, например, если ваш основной фокус, если ваша цель просто информировать общество, местное общество об этой проблеме, да, можно выбрать первый вопрос в качестве вот наводящего вопроса. Большое спасибо, что вы пишете в чате. Это вот примеры, которые мы смотрели. Это хорошие наводящие вопросы, они должны соответствовать критериям. То есть вы можете составлять свои вопросы, которые отвечают, соответствуют вот этим четырем критериям. Они должны быть открытыми, они должны требовать исследований, требовать того, чтобы ученики задавали вопросы, они вовлекают школьников через контент и связаны с реалистичной проблемой или возможностью. И здесь вы видите в ссылке ссылку на статью, где эти идеи рассматриваются. также мы должны думать, что призыв к действию должен быть в этом вопросе. Пожалуйста, подумайте об этом вопросе. В чате можете также писать. Давайте подумаем, что такое вступительное мероприятие, что, как вы можете привлечь своих школьников в первый день, своих учеников в первый день, обратив внимание на этот проект. То есть мы хотим узнать о естествознании, о клетках или о вокабуляре. если мы будем просто делать упражнения, это не так интересно для школьников. Что касается пятиклассников, например, учитель сказал, давайте подумаем, как можно вылечить рак. И это когда они проходили клетки. и, конечно, это было им интересно, это какая-то реальная проблема, они имеют право голоса, они ходили в библиотеку, они сделали мобильную библиотеку, они здесь они сделали такую мобильную коробку, куда люди могли складывать книги, которые они уже не читают, и другие люди могли брать эти книги и читать их. То есть вы можете начать проект с такого интересного мероприятия вступительного, то есть это может быть видео, например, это может быть какое-нибудь хайп-видео, которое поможет вам вовлечь школьников, ролевая игра, может быть, помните, мы говорили про полицейского, который говорил, что там они должны найти того, кто совершил преступление и так далее, это может быть полевая вылазка или работа на улице, то есть они также могут вспомнить то, что мы говорили про прогулку, поездку в зоопарк, то есть можно видеоконференцию организовать, разговаривать со школьниками для того, чтобы они понимали, что они решали действительно реальную проблему. Здесь комментарии в чате, да, это отличный подход использования основного вопроса для того, чтобы ученики вовлеклись. Когда вы посмотрите ресурсы, которые я вам подготовил, это вот, например, на уроке истории английского декларация независимости, ролевая игра здесь, они нашли письмо, которое было оставлено кем-то из школьников, они открыли, прочитали, то есть здесь была некая аналогия с тем, как была написана декларация независимости, также здесь, здесь в замедленном виде показывает, как человек чихает, здесь можно начать со вступительного такого видео разговор о том, как распространяются инфекционные заболевания, простуда, то есть когда вы начинаете руками трогать лицо, глаза и так далее, как чиханием микробы распространяются болезни и так далее, посмотрите это видео, оно находится в общем доступе, вы можете его посмотреть, то есть подумайте о том вступительном действии, которое вы можете сделать для того, чтобы вовлечь школьников в работу, для того, чтобы с самого начала они принялись с энтузиазмом за PBL, подумайте, как вступительное вот такое мероприятие, вступительное действие может вовлечь школьников в PBL, призыв к действию. Отличные идеи, отличные идеи, Елены Полулях, здесь также еще один чат, в чате говорится, что вступительное действие одно из важных частей проекта, поэтому мы начинаем проект PBL до того, как начинаем изучать какой-то контент, потому что дети спрашивают, зачем мне это учить, зачем мне учить какие-то математические уравнения и так далее, и тогда вы используете вот этот призыв к действию, вы используете вот эти вступительные мероприятия, какое-то вступительное действие, для того, чтобы вовлечь их, для того, чтобы им захотелось это изучить. Редактор субтитров А.Семкин